привет дорогие друзья сегодня у нас в ремонте вот такой вот большой телевизор телевизор техно довольно таки старенький на 32 дюйма формата он практически полу квадратный такой не прямоугольный давайте же проверим что у него за дефект подключаем пилот смотрим на индикатор индикатор не светится хотя там есть какое-то немножко красненькое свечение но наверное это не нормально потребление у нас 0 5 ватта это чудесное потребление по идее телевизор находится сейчас в режиме стендбая и по всей видимости у нас проблема с дежурным питанием то есть если бы дежурка была бы в норме она бы поднялась и у бы горел бы красный индикатор ну или синий там я не знаю какой но в данном случае у нас индикация молчит практически там еле-еле светится а потребление дежурного режиме в норме ну что требуется вскрывать телевизор и смотреть что с ним случилось визор большой массивный старенький еще так техно модель tslcd 3205 на борту у нас старенькие разъемчики 9 вега тюльпанчики о а вот это вот радостная весть у нас по ходу здесь на поме он еще никто его не скрывал но это чудесно просто с картой и на этом у нас все это разъем питания к сожалению нету hdmi разъема не это большой минус ну ничего такой телевизор сойдет для экспериментов выкручиваем винты я использую вот вот такое вот устройство очень удобно ну когда телевизор разбирать а так в основном больше и не для чего его использовать и и так я открутил все винтики шпунтики тяжело конечно снимать такие телевизоры большие вот такая вот маленькая материнская плата здесь пожалуйста представлена из двух модулей субмодулей до материнская плата и блок питания отдельно выделен на отдельной плате большой огромный блок питания я вижу уже источники проблем это спученные электролиты на выходе на входе ничего плохого я не вижу но по всей видимости у нас здесь проблема кроется ладно сейчас я посмотрю разберусь дальше расскажу безусловно проблема с блоком питания посмотрел я материнские платы в принципе ничего плохого нет горелого ничего нет запоминаем какие шлейфы подключены куда это обязательно делать чтобы не спутать ну обычно и тяжело спутать но на некоторых телевизоров это можно сделать особенно вот допустим вот видите нету шлейфа а вот тут включаются наушники ой подключаются динамики кстати динамики я думаю тут неплохой звук будет на такие динамиках так ну что замечаем сразу какие коннектор где потому что материнскую о не подключен вообще ничего нет потому что материнскую плату я наверное буду демонтировать для считывания прошивки потому что в интернете нет прошивки надо будет залить посмотрю что за микросхема сначала а потом будем думать но первым делом отключаем блок питания и чиним его поехали перепаивать кондерчики такое вот несложное занятие выпаиваем старенькие и запаиваем новенькие халява надеюсь так здесь у нас капскон 1000 микрофарад 10 вольт ну я думаю замерять их на параметры не имеет смысла никакого они явно спущены и уже хорошенечко подуплыли по параметрам тяжело выпаивать а приклеены на герметик приклеены тоже 10 микрофарад вот 1000 микрофарад 10 вольт так и вот этот кондер чик 1000 микрофарад 35 вольт по всей видимости это на инвертор пошел запитка инвертора тут идет линии линии 24 вольта почему на 1000 микрофарад но маловато конечно не знаю но посчитали хватит значит хватит тоже капскон капкоп к скон надо капскон тоже так вот выпаяли кондер чики герметик немножко зачищаем нам он не нужен значит буду использовать на 1000 микрофарад 50 вольт нет у меня на 35 вольт поэтому довольствуемся что есть обязательно все конденсаторы которые впаиваем независимых где вы их купили проверять перед впайкой каждый элемент замечательно ну 918 в принципе пойдет и два конденсатора на 16 вольт и полторы тысячи микрофарада я решил увеличить и баночки на немножко на немножечко увеличиваем на полторы тысячи с 1000 микрофарад и вольтаж я увеличил почему потому что у меня нет на 10 на 10 вольт отлично ну утечка полтора процента в принципе не катастрофа 2 я также замерил и с большим великим удовольствием все это дело запаиваем согласно распиновки обязательно соблюдаем распиновку ни в коем случае не путаем полярность но катастрофа не будет то что вы спутаете полярность то есть ну да они взорвутся но здесь по выходу это не так сильно будет критично ну взорвутся и заново поменяете этого нельзя делать ни в коем случае в высоковольтной части высоковольтной части если рванут конденсаторы то боюсь вы намотаетесь нашим контроллер на силовой ключ на серьезный ремонт можно мотаться да может взорваться и даже элементарная дежурка поэтому ни в коем случае не впаивайте неправильной полярностью беда будет колоссальная так что-то надо зачистить по идее ну ладно кондерчики перепаивать можно и не защищать так отлично и где наша золотая каинка которая нас всегда спасает в таких ремонтах простых и удачных так остальные конденсаторы я не вижу смысла проверять они будут быстрее всего исправны для этого у нас есть осциллограф и мы осциллографом пойму мы осциллографом проверим пульсации поймем на какой линии у нас проблема так все здесь у нас готово блок питания формально отремонтирован желательно бы проверить конденсатор который стоит по всей видимости это питание дежурки наверно вот она микросхема фан 7601 микросхема лм 4800 с цс по всей видимости это а пфц микросхема запитывает вот эти ключи включите стоят 20 н 60 то есть 20 амперные ключи с изолированием подложечкой тут а нет один ключ 20 н 60 а это быстрый диод fs fsu 05 b60 на наверно на 5 ампер 600 вольт вот такой вот значит у нас диод вот такой блок питания вообще довольно ски он ну не сложной много тут всяких обвязок всяких транзисторов резисторов с виду конечно сказать сразу сложный но реально в принципе разобраться можно даже без схемы конечно придется поковыряться ну что будем ставить проверяй как себя поведет телевизор так я установил блок питания подключаем питалово потребление о даже 0 ого это не хорошо блок питания непонятно а вот есть потребление 0504 замечательно смотрим диод светится красным цветом так сейчас включу покажу папа светится диодик отлично я подсоединил панель управления кнопками специально чтобы было удобно так включаем кнопку смотрим потребление начала подниматься запускается процессор а по 140 ватт это значит у нас инвертор включился от телевизора звука нет вижу подсветка включилась видно да подсветочка включилась ну и в принципе сейчас смотрим что будет какая картинка на мониторе как у нас там полосы будут нет поднимаем телевизор и я скажу что все не так уж и плохо что-то тут показывается все довольно таки отлично полос нет картинка есть так замеряем пульсации на блоке питания проверяем остальные конденсаторы производим замеры напряжение выходных здесь у нас 5 и 4 это наверное все таки относящиеся к дежурке напряжения промеряем пульсации смотрим отличная пульсация в 25 милливольт замечательно промеряем дальше напряжение так здесь ничего 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 по всей видимости земля ничего ничего опять 5 5 и 3 вольта но здесь также все те же тоже напряжение то те же пульсации 5 и 3 5 и 3 здесь напряжение 2 и 8 вольта 2 и 9 вольта не знаю странное напряжение померяем здесь пульсации может быть из-за из-за пульсации быть а телевизор выключился по всей видимости в режим ожидания ушел включаем телевизор заново и смотрим на линии 2 и 9 вольта пульсация здесь пульсации отличные 12 милливольт замечательно значит линия в хорошем состоянии примеряем дальше напряжение здесь ничего ничего вот здесь у нас 12 вольт выходит давайте замерим 12 вольтовую линию и здесь у нас в порядке пульсации 25 милливольт 12 вольтовой линии это замечательный результат кстати на телевизорах 30 30 35 милливольт на телевизорах питание всегда лучше чем на мониторах вот на мониторах вообще загаженное питание так и здесь у нас запитка инвертора линии 24 24 вольта так как бы сюда протянуть осциллограф померить перри подключимся так смотрим пульсация ну здесь будут большие пульсации да и я это вижу у инвертора всегда повышенные пульсации но я думаю в допуске ой да отлично 100 милливольт это вообще ни о чем для инвертора замечательно то есть телевизор работает в отличном режиме блок питания исправен больше ничего проверять я не буду потому что все отлично на этом я считаю ремонт закончен по желанию можно считать прошивку я сейчас посмотрю микросхему прошивки она находится на микросхема прошивки наверно будет находиться либо здесь и либо здесь надо сейчас посмотреть и обязательно прошивку считать по любому кому-нибудь пригодится тем более телевизор рабочий извлек я материнскую плату вот наш процессор вот маркировка материнской платы и самое главное вся информация я так понимаю здесь находится на памяти память 24c16 то есть не на флешке до спи она обычной памяти но такое тоже бывает практикуются сейчас я солью дам прошивки и его обязательно выложу в интернет мало ли кому-то пригодится я думаю много кто меня отблагодарит за это ну что сказать телевизор работает все отлично претензий к нему особо металл звук работает качественно потребление конечно же у телевизора большое но так заявлено чудо не будет 140 ватт на этом я считаю ремонт закончен прошивку я слил залью на ресурс и будет доступна на этом у меня все всем спасибо за просмотр ставьте лайки ставьте дизлайки пишите комментарии описание на мои элементы покупку всякую ерунду внизу под видео спасибо что были с нами вы были на канале домовой всем классных ремонтов легких настроек крепкого здоровья пока пока до новых встреч